Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Трансляция нашего эфира идёт на сайте хакирова.ру И там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. Но вопросов много. Часть из них касается бюджета, денег. Часть из них касается очень важных вопросов для каждого из нас. Речь идёт о здоровье, о здравоохранении. Есть ещё несколько тем, но я думаю, что мы до них доберёмся чуть позже. Давайте начнём всё-таки как раз с медицины, со здравоохранения. Тема федеральная. Сегодня все СМИ так или иначе её отразили. Началось всё с газеты «Ведомости», которая написала о Владимире Путине. Владимир Путин на фестивале молодёжи и студентов в Сочи в воскресенье, общаясь с делегатами форума, сообщил о том, что государство уделяет большое внимание теме здравоохранения, но при этом его ответ на вопросы трактовались следующим образом. Путин сообщил о том, что нужно подумать, какие вещи здравоохранение государства будет финансировать по-прежнему, а что, возможно, переложит на население. Ну вот и в газете «Ведомости» сегодня достаточно большой материал с комментариями экспертов, которые анализируют, каким образом вообще всё это может происходить, софинансирование в каком объёме, по каким услугам и прочее, и прочее, и прочее. Вот большинство экспертов предполагает, что если Путин публично заявил об этом, то, скорее всего, решение, ну, по крайней мере, в черновом таком варианте, уже принято. Вероятнее, всё так и есть. Но если оно ещё не было принято на момент евречи, то, думаю, сегодня все документы уже готовы. Да ладно. Ну, там же всё очень оперативно, когда у нас первое лицо государства что-либо говорит или заявляет, мы уже это знаем прекрасно, что решается всё крайне быстро. Ну, может быть, это просто общие слова какие-то были? Нет, я думаю, что это далеко не общие слова. Это человек, который просто так общие слова не говорит. Если он говорит, что пора об этом задуматься, значит, уже бюджет не в состоянии нести те расходы, которые он всегда нёс на здравоохранение самостоятельно. Это ещё раз подчёркивает, что проблема у нас с федеральным бюджетом очень серьёзная. Потому что, если уже речь заходит о таких статьях, которые всегда были защищённы, здравоохранение, образование, это всегда были статьи, которые у нас, по крайней мере, декларировалось, что они только увеличиваются и никогда не обрезаются. Здесь, судя по всему, уже это далее невозможно увеличивать. Поэтому как бы речь пошла о том, что неплохо бы уже и потеребить честных граждан по этому поводу. Как вам кажется, в каком формате это будет сделано? Вот эксперты предполагают, что может быть некий обязательный объём услуг, медицинских так называемых, которые будут оплачиваться государством, а всё остальное пойдёт сверх. Во-первых, у нас в Конституции написано, что у нас медицина бесплатная. Поэтому как будет вот эта конституционная гарантия, каким образом она будет преодолеваться, я пока ещё не решил для себя. Я не знаю таких вот способов, как бы сделать конституционную бесплатную медицину частично платной. Дело в том, что то, как у нас здравоохранение функционирует сейчас, мы прекрасно понимаем, что оно уже давно стало частично платным. То есть есть вещи, которые человек не может получить бесплатно, получает за деньги. Ну, в силу разных причин, в силу времени. В силу разных причин, в силу времени, в силу недоступности. Условно говоря, что где-то вот, может быть, в Кирове и есть эта бесплатная услуга, а условно говоря, в Амутинске её нет. Поэтому человек получает её платно в каком-то платном медицинском центре. В таком виде это существует. Вероятнее всего, это просто будет узаконено, что некоторые из бесплатных услуг просто как-то уйдут на нет, пропадут куда-то. Но они как бы есть, но их никто не оказывает, понимаешь? Ну, или съездите в Москву, вам там её, значит, окажут. Или съездите ещё куда-нибудь, вам её окажут. То есть она где-то есть, ну, как бюджетные места в вузах. Они где-то есть, а где-то нет. Где-то надо за денежки учиться, а где-то бесплатно. Таким образом, скорее всего, это будет обойдено. То есть я не думаю, что как-то это сильно изменит нашего отношения со здравоохранением, потому что мы, на самом деле, уже давно за всё платим. Вот. Просто это каким-то образом будет узаконено. И если раньше на самом деле человек, который не имеет средств к существованию, да, всё-таки получал эти бесплатные услуги, может быть, это было ему трудно, может быть, куда-то приходилось ехать или что-то, сейчас уже никуда он не поедет, просто ему придётся платить всё. Ну, вообще, эксперты говорят, что незащищённые категории населения каким-то образом будут отдельно прописаны в этих документах? Ну, это эксперты предполагают. Дело в том, что очень сложно определить вот эти незащищённые категории населения. Мы же прекрасно понимаем, что часть из этих категорий, она действительно незащищённая часть, просто живёт на левые какие-то доходы, да, официально нетрудоустраиваясь и так далее. То есть и в таком случае, если будет вот эта лазейка для незащищённых слоев населения, то её будут активно использовать все. Так что я не думаю, что вот такое разграничение будет, потому что оно экономически невыгодно. Ведь главное, я так понимаю, если это заявление сделано, оно сделано для того, чтобы сэкономить государственные деньги. То есть, соответственно, будет сделано всё, чтобы эти деньги действительно экономились. Николай, как Вы относитесь к истории, которая некоторое время назад была там озвучена, опубликована и тоже обсуждалась с экспертами о том, чтобы за здравоохранение, там, за услуги медицинских клиник платили те люди, которые официально не работают? Ну, эта тема, она как бы озвучивается уже не первый год. Но здесь тоже ведь сложно определить, какой человек официально, точнее, скажем, работает неофициально, а который действительно не работает. Это очень сложно, да? То есть для того, чтобы на самом деле эту линию провести, нужно каким-то образом следить за расходами человека. Каждого причём. Причём каждого, да, совершенно каждого. Вот у нас, насколько я знаю, даже вот в той части, условно говоря, антикоррупционной политики, да, которая предполагает наблюдение за расходами определённой категории населения, скажем, чиновников, государственных служб и так далее, и так далее, насколько я помню, наша страна до сих пор ещё пока не подписала эту часть вот международной конвенции о том, что за расходами надо наблюдать. А как таким образом организовать тотальное наблюдение за расходами, я вообще не понимаю. Под него попадут все, в том числе и эта категория населения. Вот. Поэтому это довольно сложно решается вопрос. Я не знаю, и, по-моему, вот все эти попытки каким-то образом эту категорию, которая пользуется услугами бесплатной медицины, но сама, тем не менее, не платит взносы фонд, да, обязательного медицинского страхования, да. Вот. Пока, насколько я знаю, ни одной удачной вот такой, какого-то, не знаю, там, пилотного проекта или эксперимента пока не было. То есть, как заставить этих людей платить? И как этих людей отделить от тех, кто действительно не в состоянии, кто действительно не работает? Вот. Понятно, что есть статус безработного человека, который стоит... На учёте. На учёте. Но, опять же, если... Смотрите, вот взять, как встать на учёт? В Кирове всё понятно и хорошо. Возьмём, ну, условно говоря, Яранский район, да. Чтобы человеку из деревни в Яранском районе встать на учёт, ему надо ехать в Яранск, да. Это значит, надо заплатить дорогу туда и обратно по 400 рублей или по 300 рублей. Для того, чтобы... Ему при этом придётся ездить туда регулярно, подтверждая то, что он не работает, подтверждая то, что он обращался туда-туда-туда-туда-то. При этом пособия по безработиции он будет получать в размере 800 рублей в месяц, да. То есть, таким образом, быть безработным, это очень невыгодно, скажем, жителю Яранского района, именно не города Кирова или Яранска, а именно района. Таким образом, этот человек, его не заставишь здесь зарегистрироваться, да. То есть, он действительно безработный, но чтобы это подтвердить, ему надо платить ещё немного денег, которых у него, как у безработного, нету. Соответственно, доказать, что этот человек безработный, а не где-то работает, невозможно. То есть он не стоит на учете не потому, что он где-то трудится, а он стоит на учете потому, что это очень трудно финансово. Поэтому это разделение очень сложное. Я думаю, что я пока еще ни от кого не слышал такой здравой мысли, как вот этих людей выделить в чистом виде и как заставить их платить. Хотя мысль здравая. Не кажется ли вам, что вообще вся вот эта история с оплатой медицинских услуг неработающими гражданами, она отчасти, ну такой, я не знаю, стимул, что ли, для тех, кто не работает официально, побежать и скорее зарегистрироваться? Я не думаю, что таким образом можно заставить человека побежать и зарегистрироваться, потому что плюс, который он получает, не регистрируя свои налоги, он все равно в любом случае больше. С другой стороны, как можно заставить человека платить за медицину? Да он может просто, по-русски говоря, не обращаться в официальное, если что-то с ним случится, медицинские учреждения. Если на самом деле что-то случится, если у него есть деньги, он просто будет лечиться в платных клиниках тогда, когда прижмет. Но, видимо, к этому подводят все. А не платить каждый месяц. Ведь смотри, люди, которые согласны работать, как его сейчас называют, легальный теневой сектор, то есть он не преступный, не криминальный сектор, просто теневой, они прекрасно понимают, что они уменьшают размер своей будущей пенсии. Они это понимают, они не глупые. Они понимают, что они там себя лишают определенных каких-то социальных пакетов, но они же работают по-прежнему нелегально. Значит, им это выгоднее, чем работать легально. Они больше получают денег на руки. И их пока еще ничто не отвратило от такого способа работы. Единственный, как все прекрасно понимают, способ вывода экономики из тени в свет, это такая более взвешенная налоговая политика, которая бы не душила предпринимательство и давала возможным платить нормальную зарплату в светлую. И нормальные налоги. И нормальные налоги, да. Пока этого нет, это явление будет, и оно будет усугубляться, потому что пресс налоговый все раскручивается и раскручивается, денег в бюджете, с чего мы, собственно, начали все меньше и меньше. То есть давление будет все сильнее и сильнее, и, соответственно, все больше и больше будет расширяться этот теневой сектор. Сейчас говорят, что он где-то порядка 50% уже нашей экономики. Ну, по разным оценкам, это же тоже невозможно взвесить. Ну да, оценить очень трудно. Да, по разным оценкам до 50% в тени находятся наши экономики, так сказать, и, соответственно, денежных средств людей в этом занятых. Что-то можно еще сказать. Пока этого лекарства не нашли. Хорошо. На этом сделаем небольшую паузу. У нас сейчас прерыв и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в гостях у нас главный редактор журнала «Товар. Деньги» Товар Николай Голиков. Договорили мы про медицину, да? Ну, не совсем договорили. Про предположение. Потому что вопрос-то был такой, что когда же это начнется? Вот заявление Путина о том, что частично медицина сделать платной. Я так сказал, что, вероятнее всего, в понедельник уже начнут готовить документы. Раз он в воскресенье об этом сказал. Скорее всего, так и есть документы будут готовить. Их будут готовить оперативно. Но я думаю, да. Ну, как там? Потому что такая работа, она не публичная. Но думаю, что все-таки до марта, до президентских выборов, никаких решений приниматься таких не будет. Слишком жестких решений. Но вот все это время, пока у нас зима идет, пока до марта мы живем, эта тема будет муссироваться. Люди к ней будут постепенно привыкать. То есть она будет обсуждаться. Будут появляться какие-то слухи, что, вероятнее всего, будет вот так. Вот я видел сам такой-то документ. А потом после выборов просто в любом варианте это будет принято без всякого разделения на людей богатых, бедных и прочего просто. Потому что бюджетно нужны деньги. Денег в бюджете нет. Николай, а народные недовольства вы не прогнозируете по этому поводу? Народные недовольства по этому поводу, ну вот насколько показывает практика, народ у нас довольно-таки терпеливый. И, вероятнее всего, такого массового недовольства не будет. Поварчат разойдутся. Особенно учитывая то, что медицина у нас и так частично плохая. Все люди к этому уже довольно-таки привыкли. За зиму они с этой мыслью свыкнутся, что придется, да. И после выборов, я думаю, что нет, массового недовольства такого не будет. То есть это не то, что так вот сильно может людей сплотить, вывести их как-то на улице или что-то еще. Нет. Понятно. Так что все пройдет как всегда. Безнаказанного нас. Грустная, грустная какая-то вообще у нас перспективы рисуется. Ну, у нас вообще перспективы грустные. Понимаешь? Вот смотри, у нас все говорят, что Кировская область у нас совсем плоха, да? Конечно, плоха. Совсем плоха, да. А я вот что хочу сказать. На самом деле все не так, Аня. Понимаешь, вот нам есть чем гордиться. Смотри, ведь если смотреть, как люди двигаются в одну сторону, да, мы все считаем, что у нас страна развивается все лучше и лучше и лучше, и Кировская область типа отстает. На самом деле все не так. Вот мы же говорим, бюджет скукоживается федеральный, да. ВВП там не растет два раза никак. То есть на самом деле движение отойдет в обратную сторону. Все хуже, хуже и хуже. Кировская область у нас лидер. По каким параметрам? В этом направлении вы лидер. По каким параметрам. Понимаешь, если смотреть в общее движение, а мы движемся вниз, то мы-то быстрее всех туда движемся. Знаешь, почему к нам так любят ездить министры, гости из Татарстана, из Башкортостана? Знаешь, почему? Они привыкают? Нет, они смотрят на свое будущее. Ну, я про это же, да. Да, да, да. Они смотрят, куда они движутся. У них пока есть подушка, скажем, там, нефтяная, газовая какая-то еще, да. А у нас изначально этого не было, поэтому мы быстрее к этому пришли. Они тоже туда же идут. Потому что, ну, газ уже не пользуется спросом. Да, вот вчера у меня общался с людьми из Литвы, да. Они вообще, им не нужен наш газ. К ним пригнали танкер в порт Клайпецкий, да. Танкер стоит с ожиженным газом, все республики хватают. Им не нужен русский газ. То же самое сейчас будут делаться там в других странах и так далее, да. То есть мы постепенно эти все газовые, нефтяные вещи мы потеряем. И, соответственно, эти все вот наши нефтяные регионы, которые сейчас богаты, это, да, они вот сейчас ездят к нам и смотрят, что же у них будет, когда... Жителям Кировской области повезло, нам падать не больно. Вы про это сейчас, да? Нет, мы просто уже живем в будущем, да. Вот то, к чему ведет страну наш вождь, мы вот это все вот показываем всем. Вот куда мы все идем. Вот мы где все скоро будем. Поэтому нам есть чем гордиться. У нас такой витринный регион, знаешь ли. Образцово-показательный. Образцово-показательный. И поэтому вот если опять вернуться к той же медицине, мы же сказали, что у нас по большому счету все давным-давно уже платное. Потому что вот за счет того, что у нас сильно хорошо урезали все эти медицинские учреждения, да, в свое время там подскортили, подрезали, их стало мало, они стали недоступны, дороги у нас лучше не стали, добраться до них невозможно. Все давно уже получают платные медицинские услуги. И все должны вот приехать в Кировскую область, посмотреть, как это устроено, и смириться, что вот у нас будет точно так же. Ну подождите, Николай. Вот вообще говорят, что мы станем жить лучше. У нас тут представили бюджет на следующий год. И в бюджете, насколько я понимаю, бюджет области, я имею в виду, да? Бюджет у нас сверстан с профицитом. То есть у нас останутся деньги даже на то, чтобы рассчитаться с долгами. Подожди, у нас останутся деньги, чтобы оплачивать коммерческие кредиты, которые помимо государственных у нас есть. Да, безусловно, мы здесь вот беседовали, приходил к нам и Владимир Васильевич Быков, да, и Владимир Гаврилович Бакин, мы говорили об этом бюджете. Бюджет был профицитный. Но, во-первых, он не может быть другим, потому что нам просто Минфин федеральный запретил иметь другой бюджет, потому что мы область должны быть с достаточно высоким уровнем долга. Да, и для того, чтобы нам этот долг реструктуризировать, есть одно из главных условий бюджета. Должен быть профицитный, у нас должны быть деньги на обслуживание наших долгов. То есть мы не должны влезать в дальнейшие долги. Дефицитный бюджет предполагает то, что мы должны что-то где-то заимствовать, да? То есть мы не имеем права больше брать деньги в долг. Между прочим, это очень жесткое ограничение. Вообще любой бизнес, любая организация, когда развивается, она берет деньги в долг, потому что эти деньги нужны для роста. То есть наша область этой возможности сейчас лишена. Понимаешь? Давайте так, не только наши, многие в таком положении. Многие, да, в нашей области, да. С другой стороны, безусловно, то, что бюджет профицитный, то, что нам реструктуризируют вот эти наши задолженности, это освобождает определенную сумму. Мы тут посчитали, по-моему, порядка 4 миллиарда в год освобождает как бы вот от того, чтобы их отправлять на обслуживание старых долгов, да, на возврат долга. Немножко разгружает бюджет, но коммерческие кредиты никуда не делись, их обслуживать по-прежнему нужно. Кроме того, ведь условие второе, по которому эта реструктуризация происходит, это то, что мы должны увеличивать собственные доходы. То есть не то, что нам дают. А за счет чего? Вот вариант возникает за счет чего, да. Ну, здесь вот сейчас вроде, насколько я понимаю, есть возможность от нашего любимого химкомбината еще миллиардов все-таки получить. В следующем году? В следующем году, в бюджет следующего года. Это немножко увеличит нашу собственную доходную часть, да. А что остальное, я пока не знаю, да. То есть как вот это требование будет выполняться, потому что вот сдавливать налоговую-то прессу уже практически некуда. То есть, по-моему, выжили уже все долги всех лет со всех совершенно субъектов, начиная от предпринимателей частных, кончая крупными предприятиями. Ну, тут рассказывали наши эксперты про то, что какие-то прямо очень старые долги даже поднимаются. Поднимаются даже те долги поднимаются, которые уже выходят за сроки трехлетней давности, которые как бы вроде по нашему гражданскому кодексу должны уже аннулироваться, да. Вот. Но, тем не менее, по-моему, выжито уже все. Что касается развития какого-то, да, то есть бизнеса и прочего, мы как раз в первой части немножко поговорили о том, что бизнес-то уходит в тень. Он не хочет платить вот в таком масштабе эти дологи, которые с него требуют. Вот есть предложение, которое здесь озвучили наши любимые профсоюзы о том, что в следующем году повысить в Кировской области минимальный размер оплаты труда. Так. Это вот знаменитое слово «мрот». Так, и как это скажется? Мрот в наши дни с голодухи рабочей, да, вот слово «мрот», оно такое исторически значимое. Вот. Это скажется как? Что повысится отчисление с легальных зарплат, соответственно, бюджет больше денег получит. Так. И, насколько я понимаю, сейчас это обсуждение идет вот среди предпринимателей, правительств и профсоюзов, что эту идею как бы вроде бы поддержать. Таким образом, да, за счет как бы честных налогоплательщиков тоже можно немножко увеличить наши собственные доходы. Но я думаю, что таким образом можно еще и снизить количество честных налогоплательщиков одновременно. Как это? Ну, так это кто-то еще уйдет в тень. Ага. То есть даже с минимальной зарплатой не будут платить налоги? У нас ведь сама понимаешь, что как бы минимальная зарплата даже сейчас, да, она очень... Там, я не помню, точно цифры. По-моему, в 22 тысячах организаций платят в Кировской области зарплату ниже прожиточного минимума. А еще, по-моему, в 11 тысячах из них, да, ниже официально утвержденные... Ниже мрот. Ниже мрот, да. Это вот легально. То есть, ну, все же понимают, что если легально платят ниже мрот, то, значит, остальное доплачивают сверху там каким-то образом, минуя налогообложение. Я думаю, что эти цифры увеличатся тогда. Если увеличить вот эту минимальную сумму зарплаты оплаты труда, то, соответственно, количество этих организаций, оно выручит. Да, да, да. Хорошо, но есть еще один способ, правда же, вырулить. То есть, не только увеличивать доходы, но и уменьшать расходы, например. Ну, дело в том, что... Хотя говорят нам, что бюджет будет социальным. Бюджет будет социальным. Ну, у нас как бы и федеральный бюджет всегда социальный. Тем не менее, мы начали сегодня разговор с того, что он, конечно, социальный-то социальный, и федеральный бюджет социальный. Но уже мыслишки-то шевелятся, что... Можно по-разному слово социальный понимать, да. И вот те, как бы наши священные коровы, это образование, здравоохранение, да, можно ведь как-то немножко и перейти, перевести на более такие коммерческие рельсы, да. Ну, у нас ведь, смотри, изъем денег от населения довольно-таки успешно проходит и так. То есть, мы же видим, сколько у нас прошло референдумов по самообложению, да, это и тоже дополнительное налогообложение. Конечно. Сколько у нас рапортуют по... Наши коллеги, наши любимые друзья, там, и Михаил Шевелев, и Евгений Другов о том, как успешно развивается проект поддержки местных инициатив, а это тоже с людей берут. Ну, то есть, это в некотором смысле снятие нагрузки с местных бюджетов, да, и переложение частей у нас жителей. То есть, мы наблюдаем, что вот это вот инициативное бюджетирование показывает, что люди, в принципе, расстаются своими деньгами довольно-таки легко. Есть что-то еще, какая-то подушка-то у людей, да? Ну, потому что выбора уже нет, извините. Вот, и, соответственно, здесь тоже выбора не будет. Здесь тоже выбора не будет. Когда мы говорили про тоже платную медицину, думаешь, что у тебя будет выбор, что ли? Ну, либо тебе сделают уже такой выбор, знаешь, что ты просто зайдешь в это бесплатное учреждение, где тебе услуги оказывают, да, и тебя там так напугают, что больше сюда никогда не придешь, да? Там, условно говоря, сама понимаешь, что врачи с удовольствием могут тебя напугать. Ну, пока-то нам рассказывают о другом, пока-то нам говорят о том, как все хорошо будет. Нам всегда говорят, что все хорошо будет. Ну, вот мы живем как раз в той самой области, где вот это все хорошо. Мы видим наглядно, с каждым годом становится все краше и краше, да? Мы же видим это. Я же говорю, что наша область – это витринная область. И вот все движется сюда, и вот мы видим это хорошо, вот, которое говорили пять лет назад. Сегодня мы его видим здесь, на наших улицах, как мы становимся лучше и лучше жить начинаем, да? Ну, хорошо, ладно, раз уж мы хоть в чем-то витрина, мы хоть в кости это приятно. Мы здесь точно совершенно витрина, и, кстати, вот опять же, да, вот, понимаешь, вот такое отношение к области, оно все переворачивает вверх дном. Вот у нас, смотри, слухи идут, вот, губернатора к нам чуть не в ссылку послали, да, ну, в такую отстающую область. Ну, правда, кто сюда поедет, из Москвы-то? Вот, а на самом-то деле, это же образцовая область, сюда лучшего человека послали, потому что это витрина, тут же должен быть личный друг Владимира Владимировича, не менее того. То есть это не ссылка ни в коем случае, наоборот, это почетнейшая должность. И сюда смотри, ведь в серый дом наш, который рядом расположен, люди-то сейчас едут. Ведь не всех сюда берут, местных тоже не берут. Тут же нужны люди там с огромным послужным списком, чтобы из министерства, из московского были. Потому что такая область, понимаешь? Какие тут наши эти местные лица-то, зачем они нужны? Это же будущее наше, все должно быть красиво. Николай, сарказм, это хорошо, конечно. Это не сарказм, это видим все. Ну, хорошо, ладно. Это правда. Грустно, на самом деле. Это грустно, но правда. И, кстати, между прочим, не такая уж и грустная. Слушайте, давайте мы оставим немножечко хотя бы оптимизма в нашей сегодняшней программе. Николай, давайте к городу перейдем. Новая глава города у нас, Елена Ковалева. Можете ли вы оценить первые шаги? Можем ли мы говорить вообще о том, показательны они или нет? Нет, ну пока, конечно, говорить совершенно рано о чем-либо. Мало еще времени прошло. Очень мало времени прошло. То, что говорит Елена Васильевна, мне нравится. То есть мы здесь прекрасно побеседовали в студии. Я смотрю какие-то сюжеты, читаю в газетах, как, что оно предполагает делать. Все это хорошо, все это грамотно. Но как бы вот из того, что там конкретно сделано по наказам избирателей, ну там на самом деле какие-то вопросы она сама признает решены те, которые не требовали там чего-то там вкладывать. Финансирование дополнительного не требовали еще чего-то. Дополнительное финансирование требует. Решение какого-то думского не требует. То есть те вещи, которые просто по каким-то причинам не были в предыдущей администрации проработаны, хотя все они могут быть. У нас, во-первых, пока еще нет главы администрации, скажем так. И до начала ноября, насколько я понял, мы пока не будем знать, кто он будет. Вероятнее всего, сейчас это вообще никто не знает, кем он будет. Потому что такие должности, как глава города, глава администрации, крупного города, они все равно проходят согласование через Москву. По моим последним данным, по крайней мере, еще никто там не согласован. Вообще никого нет. А кандидаты? Кандидаты есть, безусловно. А кто обсуждается? Можем говорить об этом? Все обсуждают то, что у нас будет, скорее всего, господин Шульгин, который сейчас в министерстве сидит. Точно так же, когда обсуждали, кто будет главой города, все почему-то называли Валерию Васильевича Крепостнова. Но вот Валерий Васильевич пока не стал главой города. И даже его заместителем? Ее заместителем, да? Пока. По моему прогнозу, да, по моему прогнозу, он с пользой потратит ближайшее время. И все-таки, я думаю, что Москва согласует его кандидатуру, а Елена Васильевна уйдет, не знаю, ему. Она 60-го какого года рождения? 63-го, по-моему. И, по-моему, через год уже можно выйти на общегражданскую пенсию. Подождите, Николай, то есть мы рано обрадовались тому, что женщина взяла в свои руки город? Понимаешь, ну да, женщина взяла в свои руки город, она будет честно работать, но в какой-то момент, мне кажется, по какой-то причине, она либо уйдет на пенсию, либо там по семейным обстоятельствам покинет город Киров, либо что-то еще, а Валерий Васильевич все-таки возглавит его. Мне так кажется. Потому что иного объяснения ему нахождения в составе депутата в городской думы я не нахожу. Он должен быть депутатом городской думы для того, чтобы стать главой города, иначе нет у нас такого другого способа стать. Другого способа стать нет, но... То есть я думаю, что Елена Васильевна, она все-таки кандидатура такая вот... Переходная? Переходная, да, переходная, временная. Вот. Это моя мысль всего лишь, мое предположение, не более того. Опять же, грустная, наверное, да? Ну, я пока не могу сказать, грустная или нет. Поэтому говорить о том, как будет работать администрация городская, мы можем после того, как уже определиться, человек, который конкретно возглавит городскую администрацию, и когда мы увидим, какие он кадровые перестановки проведет, какие люди придут... О людях мы все равно будем... Это будут местные в большинстве своем люди, которых мы знаем. Потому что уж на уровне города, я думаю, все-таки к нам из Ростова не повезут людей. Хотя, опять же, вот опыт с руководителем дирекции дорожного хозяйства показывает, что иногда к нам и варяги заезжают на городской уровень. Очень весело заезжают. Из Москвы? Не обязательно из Ростова. Да. Поэтому говорить пока рано. То, что она делает пока сейчас, да, но это показывает то, что человек, ну, по крайней мере, понимает проблемы города, понимает болевые точки, те же, связанные с ремонтом дорог, ремонтом дворов, условно говоря, да, с той же проблемой в Уфыриков, в Ленгасове. То есть эти болевые точки она видит, но, я думаю, их видят как бы и все. Вот. И то, что она этим занимается, это правильно, это хорошо. Ну, я говорю, что мы должны, во-первых, посмотреть, чьи же тоже будет городской бюджет приниматься. Она, хотя и предупредила, что бюджет будет приниматься, так сказать, чтобы быть принятым, да, то есть, скорее всего, довольно стандартный будет бюджет. Бюджет принят, а потом уже будут в него вноситься поправки. Но мне кажется, что основная веселуха в городе начнется после принятия уже бюджета. То есть все понимают, что бюджет будет принят такой, ну, стандартный. Но черновой. Черновой, да. А потом уже в него надо будет вот эти вот перетяжечки-то делать, что с чего куда передвинуть, что куда перебросить, куда направить дополнительные какие-то деньги и все прочее. Вот тогда уже наша городская дума и ее глава покажут себя, так сказать, в полной красе. Потому что когда начнется вот эта игра интересов, противостояние интересов какое-то, тогда мы уже поймем, каков у нас глава города, каковы у нас депутаты, что они на самом деле делают и что они будут делать с нами. Я, честно говоря, Николай, все-таки надеюсь, что прогноз ваш не оправдается. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Обсуждаем темы, в частности, связанные с городом. Но поскольку тему дорог вы упомянули, не могу не попросить вас прокомментировать новость, которая пришла вчера вечером. Проект «Дорожная инспекция» Общероссийского народного фронта и их же проект «Карта убитых дорог» запустили конкурс для кировчан. Кто сфоткает тому фотоаппарат, да? Да, совершенно верно. Кировчане, которые сфотографируют самую-самую страшную яму на дороге, могут получить цифровую фотокамеру. Это вот не просто так, между прочим. Не дешевая такая вещь. Я думаю, что конкурс будет веселый, потому что, невзирая на то, как много у нас техники дорожной по городу ездят, убитых дорог у нас по-прежнему очень много. И ямы есть. И, ой-ой-ой, да даже уже на вновь асфальтированных фрагментах уже и лужи у нас стоят, когда дождик прошел. То есть мы уже понимаем, что там будет через год. А уж те улицы, которые просто не попали в план, особенно на фоне того, что появилось в некоторых местах свеженький асфальтик, появился на этом фоне просто кошмарно выглядит. И, кстати, вот опять же говоря о главе города, раз она все-таки у нас пешеходная женщина, женщина-пешеход не ходит. Что мне очень в ней нравится, то, что она до сих пор еще пока пешком по городу ходит. И ездит на общественном транспорте. Вот я думаю, что все-таки вот это очень хорошая черта главы города, потому что не только вот эти активисты, которые будут за фотоаппарат ямки видеть, но и глава города иногда свернется с обычного маршрута, там буквально на портальчик и поймет, что, ой, далеко не везде у нас дороги проезжие, про тротуары я просто не говорю. В общем, вы популярный, популярность конкурса прогнозируете. Я думаю, что это будет очень популярный конкурс, потому что в нем очень легко принять участие, потому что не надо далеко ходить, куда-то ездить, не надо ничего выдумывать, просто сойти с обычной дороги, буквально квартал влево, квартал вправо, здесь отремонтирован, там нет. Нажал на кнопку и цифровой фотоаппарат. Да, свободу сделали, Володарского нет. Условно говоря, далеко ходить не надо. И на грани все это очень хорошо видно. Прекрасный конкурс, я думаю, что он будет очень успешным. Как вам кажется, зачем они его задумали? Для того, чтобы получить... Нет, я думаю, что они как минимум хотят получить больше информации о состоянии дорог. Это будет очень весомый аргумент для будущего года, когда у нас снова будут дорожные работы вестись, при выборе. Потому что, понимаешь, когда выбирают дороги... А разве не определен список уже? Когда выбирают дороги, которые будут асфальтировать, да, там ведь есть, понимаешь, как бы мы все считаем, что горожане там пишут письма, что горожан слушают. На самом деле, очень много дорог асфальтируется тех, в которых заинтересованы очень-таки известные коммерческие структуры. То есть это дороги, которые ведут к новым микрорайонам, где продаются квартиры. Сама понимаешь, как изменяется цена квартиры, если к этому микрорайону проложена дорога хорошая. Вот. И, соответственно, часть денег, которые должны были бы пойти на самом деле изувеченные плохие дороги... На улицу Володарского. На улицу Володарского. Ну, я так, к слову, сказал. Ну, это к примеру, да. Потому что я обычно хожу по своему делу, да, сворачиваю, просто для интереса, иду по другой улочке и понимаю, что нет, больше этого делать не буду. Вот где-то можно хорошо пройти, где-то нет. Я также думаю, что и глава города иногда будет сворачивать. Вот. Соответственно, когда вопрос уже будет конкретно касаться конкретных улиц, которые нужно ремонтировать, и понятно, что вот эти строительные наши организации будут лоббировать асфальтированием тех дорог, которые нужны им для более успешной продажи квартир, условно говоря, домов, в новых домах, тогда вот этот аргумент очень даже хорошо сыграет. Результаты конкурса будут подняты и показаны. Будут подняты и показаны, что на самом деле, давайте-ка, ребята, мы займемся на самом деле ужасными улицами, да, а там, ну, если вы хотите сделать их за свой счет, в конце концов, почему нет. Вот. Ведь это логично. Наличие дороги повышает цену квартир, да. Совершенно верно. То есть, соответственно, ваши затраты. Ну, никто же не хочет лишние деньги платить, Николай. Вы же понимаете это, правда же? Я понимаю, всех хотят их заработать, да, но вот попробуй их можно заработать более честно. Сделайте дорогу сами. Хорошо. Тема недвижимости. Сами вы ее подняли. И мы, конечно же, о ней поговорим. В минувшие выходные прошел в Кирове очередной пикет обманутых дольщиков. Ну, понятно, основная масса людей – это Новая Сергеева. Людям обещали сдать дома, по-моему, еще в 2015 году. До сих пор, значит, они не заехали. По-моему, всего пять домов заселили, да, из большого количества, которые планировались к застройке. Люди надеются на вновь избранного губернатора Игоря Васильева. Говорят, что это экзамен для него до решения этого вопроса. Интересно, вот что хотелось сказать. Дело в том, что последний номер моей любимой особой газеты вышел еще в 2014 году. Но я вот как тут не надо, разбирая архивы, обнаружил, что о новом-то Сергееве мы писали тысячу особой о том, что это будут обманутые дольщики. Еще тогда мы писали, что, ребята, вот, пожалуйста, мы видим новый большой кусок тех людей, которые попадут в категорию. Мы видим большую проблему. Мы видим проблему, потому что надо обратить на это внимание. Тогда же помнишь, когда в 2012 году, в 2013 году приезжали к нам то Бабич, то Медведев, по-моему, да, и велели решить эту проблему дольщиков. Все время говорил Никита Юрьевич в следующем году, она будет полностью решена. Я даже как-то помню, на эту тему колонку писал, потому что три года подряд он говорил, что к концу следующего года она будет полностью решена. Соответственно, я у него три заявления, я просто процитировал одно за другим, а это уже был как раз 2014 год, когда после этих трех лет ничего решено не было. И уже появлялись люди в открытую и говорили, что здесь снова будет та же история. Почему на это никто не обратил внимания? Было уже понятно. Николай, не очень понятно, вот мне, например, а почему? Вот почему на это не обращают внимания в зародыше, да, когда это начинается, и уже понятно, что люди не укладываются в график. То есть там по той или другой причине, грунт ли не тот, либо там еще что-то. Но было видно, что идет очень сильная задержка по стройке, со сроками они никак не коррелируются, которые обозначены на табличках. И уже тогда нужно было обращать внимание на этого застройщика и что-то с ним делать. И все инструменты тогда были в руках. Сейчас? А что сейчас можно сделать? Ничего. Вообще ничего? Понимаешь, вот сейчас говорят, что мы добились того, чтобы возбудили уголовное дело. Да, это очень хорошо в том плане, что виновный будет наказан. А люди что получат? Нет, ну подождите, есть же какие-то механизмы, говорилось же о том, что недостроенные объекты будут передавать добросовестным застройщикам за какие-то плюшки дополнительные. Они будут достраивать, и люди все-таки в свои квартиры заедут. Это может быть решено только на уровне федерации. На уровне федерации это может быть решено, иначе никак, потому что нужно очень много вводить изменений в законодательство. Очень много изменений. Потому что сам факт того, что государство будет что-то доплачивать, ты же сама понимаешь, деньги бюджетные, они не могут быть на каком-то основании из жалости направлены на такую-то статью. Для этого должен быть определенный акт законодательный, либо подзаконный какой-то, который позволяет эти деньги направить туда-то и туда-то. То есть людей бросят, получается? В данный момент я не вижу никакого инструмента на уровне области, по крайней мере, чтобы эту проблему решить. Понимаешь, когда мы довели уже до того состояния, я еще раз говорю, что условно говоря, 4 года назад можно было это пресечь в зародыше, но никто этого не сделал. Вот я думаю, что следственным органам надо что-то внимание обращать, почему не было сделано в самом начале это. Тот же дом, извини, который сейчас объявляют постройкой незаконной, да? Самовольная постройка. Самовольная постройка. Извини, что его строили у всех. Черца 127. Да, его же строили у всех на глазах. Ребята, все же видели, как его строят. Извини, тот же наш престиж-хаус, который вырос там рядом с администрацией, когда сказали, мы заметили эту стройку только когда-то она стала выше девятого этажа, да? Извините, ребята, сказки-то рассказывать. Все прекрасно видели и знали, что строится и зачем строится. Но не пресекалось это дело. Подождите, Николай, ну вот очень мало времени остается, буквально там полминутки. Все-таки ведь Васильев должен быть заинтересован в том, чтобы эта проблема была как-то решена. Он, безусловно, должен эту проблему решать. Я думаю, что он должен проявлять очень большую активность именно на федеральном уровне. На федеральном уровне. Надо работать с депутатами нашими, которые у нас есть в Государственной Думе. Я думаю, эта проблема не только в Кировской области существует. Но проблема дольщиков, да. Каким-то образом принималась. Потому что раз государство разрешает этому застройщику строить, да, то оно каким-то образом должно и нести ответственность за то, что этот застройщик делает. Не знаю, в каком именно виде. Но вот это предложение разумное. На самом деле, это передавать этот участок за какие-то бонусы нормальной строительной организации, чтобы она за свой счет его достраивала, получая от государства что-то. Либо земельный участок, и вопросы финансы какие-то. И продавала уже квартиры. Но этот механизм тоже, наверное, законодательный как-то. Мы можем по срокам предположить, будет решена эта проблема, если да, то в какие сроки? Не потому, что в 2012 году Путин велел решить ее за год. Или Медведев, не помню, кто у нас тогда был в 2012 году, не помню. Уже никто не помнит. Но никто этого не решил. Я никаких сроков называть не буду. У меня такое ощущение, что есть определенные структуры, которые тормозят эти сроки. И вот эти все фирмы, которые строят эти дома, да, они не просто так с неба упали. Они кому-то очень выгодны, кому-то очень нужны. И каким-то образом что-то через них происходит. Иначе бы, я еще раз говорю, это просто не было бы изначально. Эти бы застройщики не появлялись. На них бы не смотрели так вот, знаешь. Пусть балуются, да. Мне кажется, это вопрос такой очень серьезный. Сроки бы я называть не стал. Но решать его можно только через Федерацию. И у Васильева, безусловно, есть все необходимые инструменты для того, чтобы этот вопрос двигать на том уровне. Ну, мы очень надеемся, что он этим вопросом все-таки займется. Потому что людей, ну, вот просто жалко. Там семьи, там дети. Это люди, которые вкладывались в это жилье, влезали в кредиты, да. Проценты тикают, так сказать, люди беднеют. Им негде жить. Это кошмарная ситуация совершенно. Ее нужно решать. Но я еще раз говорю, что вот так вот сдачи, что Васильев завтра махнет рукой и что-то произойдет. Нет, это он не сможет этого сделать. Ни на уровне города, ни на уровне области. В общем, не рождается оптимизм у нас по итогам нашей программы. Зато мы живем в передовой области. Единственное, да, чему остается радоваться, это тому, что мы витрином. Мы витринный регион, и приезжайте все к нам в гости. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» был у нас в особом мнении. Я с Вами на этом прощаюсь. До свидания, Николай. До свидания. До свидания.